Добрый день, у микрофона Светлана Занько. Сегодня интервью наше идет в записи. Записывались мы во вторник, 21 июня, с замечательным молодым человеком Александром Гатериным, который сидит сейчас напротив меня. Александр, начальник управления общественных связей Центра национальной славы фонда Андрея Первозванного, координатор Ассоциации журналистов, освещающих семейную тематику. Вот все вы думаете. Добрый день, но единственное, что я хотел поправить, что 21 июля. Все-таки не так давно мы записывали. Это все еще отпуск сказывается, видимо. Я до сих пор еще в июне. Это правильно. Люди любят вспоминать хорошее. Но сегодня мы будем говорить на самом деле о хороших и важных вещах. Может быть, местами не слишком хороших, но тем не менее, безусловно, важных. Надо сказать, что в Киров как раз во вторник, когда мы записываем это интервью, приехала большая делегация из, я так понимаю, фонда Андрея Первозванного, представителей его, да, и была организована целая серия круглых столов. Модератором одного из них я была как раз сегодня. Темой была следующая. Семейные ценности в современном информационном пространстве. Я честно вам скажу, Александр, я с тематикой остальных круглых столов не успела, правда, ознакомиться. Вот сконцентрировалась и твила. Это была моя тема. Но я понимаю, что программа обширна и серьезна, потому что, готовясь к этому круглому столу, я посмотрела, какую огромную деятельность, большое количество различных мероприятий развивает ваш фонд. Давайте введем в курс дела и наших слушателей, потому что завтра, а в это время, когда сейчас выходит программа, уже вчера, получается, должны быть подписаны серьезные документы между правительством Кировской области и фондом Андрея Первозванного. К чему это приведет и приведет ли к чему-то? Вот мы сегодня попытаемся разобраться, наверное, на опыте уже других регионов, где подобные документы были уже подписаны. Итак, что за организация фонда Андрея Первозванного? Что за Центр национальной славы? Какие цели преследуют? Кто люди, которые там работают? Рассказывайте. Для начала хочу сказать, что Кировская область стала 23-м регионом, который подписывает подобное соглашение. Оно подразумевает сотрудничество в рамках программы «Святость материнства». Эта программа существует уже 10 лет. Она начиналась в Красноярске. Это наши коллеги по фонду Андрея Первозванного по Центру национальной славы. А этот фонд и этот центр, он там стартовал? В Красноярске был организован? Нет, вы знаете, фонд был организован в 92-м году. Это достаточно старая уже общественная организация. Если кто не знает, то может быть на слуху такие мероприятия, как принесение благодатного огня в Россию, как принесение православных святынь, пояса Богородицы, креста Андрея Первозванного. Это все фонд? Это все занимался фонд Андрея Первозванного. И очень громко эти события, на самом деле, освещались, и огромное количество людей собрали. Совершенно верно. Но на сегодняшний момент приоритет нашей деятельности это как раз программа «Святость материнства». Это произошло, как все прекрасно понимают, из-за той демографической ситуации, в которой оказалась наша страна. А это собственная инициатива фонда переключиться или сконцентрироваться именно на этой теме? Или это какой-то государственный заказ? Знаете, мы все эти годы действуем по собственной инициативе. Если в какой-то степени это совпадает с государственным вектором развития, то мы только рады. Но это, конечно, безусловно, наша инициатива. Даже интересен такой факт, что принесение пояса Богородицы, как ни странно, отчасти для нас было связано как раз с решением демографической ситуации. Потому что по преданию многие верующие мужчины приезжают на Афон поклониться святыням афонским, в том числе и поясу Престой Богородицы. И они приносят, привозят в Россию маленькие пояски, освященные на поясе. И по преданию, женщины, которые носят этот поясочек у себя на поясе, те женщины, которые имели сложности с тем, чтобы родить ребенка, зачать ребенка, они с этими проблемами чудесным образом справляются. Поэтому мы, по сути, преследовали в том числе и эту цель, организуя принесение пояса Богородицы, которое действительно стало таким масштабным и так серьезно прозвучало по всей стране. Что касается программы «Святы с материнством», то, как я сказал, она 10 лет уже существует. И изначально ее акцент был на профилактику аборта. Это та тема, которая 10 лет назад вообще не поднималась практически. И те люди, которые этим занимались, это были общественники, это были единичные случаи. Сейчас, буквально месяц назад, была конференция, которая посвящена как раз этой теме. И высокопоставленные представители Министерства здравоохранения присутствовал, выступал. И прямо заявил, что профилактика абортов – это единственный, по сути, резерв повышения рождаемости в нашей стране. Я задам вам такой вопрос. Члены фонда Андрея Первозванного – они категорически против абортов? Или именно занимаются профилактикой, не выступая агрессивно за запрещение их на законодательном уровне? Знаете, наша позиция всегда такая, что нужно подходить с позитивом ко всем темам, которые мы рассматриваем. Безусловно, в том числе мы занимаемся социальной рекламой, работаем с другими общественными организациями. Мы не поддерживаем, скажем так, те направления, которые выступают как раз агрессивно против. Это касается социальной рекламы, каких-то радикальных предложений общественных. Здесь нужно провести такое все-таки разделение. Для православного христианина аборт – это грех. И здесь не может быть позиции иной, правомочный аборт, неправомочный аборт. Для православных человек это невозможно совершение аборта. Мы живем в светском государстве, поэтому здесь та грань, которая существует между верующими и неверующими, безусловно, ее нужно учитывать. И этот радикализм, который зачастую присущ представителям православной общественности, нужно все-таки сбалансировать с теми интересами, которые существуют у людей неверующих, не оцерковленных, не религиозных. И позиция Министерства здравоохранения, которая была озвучена, она звучит следующим образом, что мы не должны ограничивать доступ к медицинским услугам наших сограждан, но мы должны сделать все возможное, чтобы эти услуги не были воскреплены. И вы разделяете? Абсолютно. Напоминаю, что у нас в гостях Александр Гатилин, начальник управления общественных связей Центра национальной славы фонда Андрея Первозванного. Мы говорим о том, зачем, с какими целями приехала делегация этого фонда сейчас в Кировскую область. Итак, программа «Святость материнства», именно с ней вы приехали сейчас. И я немножко увела вас в сторону. Итак, документ, который должен быть подписан 22 июля между правительством Кировской области и фондом, на что направлен? В первую очередь направлено на то, чтобы развивать такую работу, как деятельность психологов женских консультаций. Собственно, работа нашего красноярского филиала, она стартовала именно с того, что по собственной инициативе они обеспечили работу психологов одной из женских консультаций города Красноярска. Это было 10 лет назад. И женщины, которые приходили с желанием прервать беременность и приходили к психологу, в 18-20% меняли свои решения. Эта деятельность показала свою эффективность. После этого этот опыт был распространен на весь Красноярский край, потом на другие регионы. Через некоторое время Министерство здравоохранения выпустило приказ, в котором утверждается необходимость введения столов психологов во всех женских консультациях страны. Это с вашей подачи все-таки получается? Министерство проанализировало этот опыт? В том числе, но, условно, на себя перетягивать одеяло не стоит. Самое главное, что такое решение было принято. Но в чем проблема? Что этот же приказ утверждает необходимость изыскивать средства на введение этих столов в региональных бюджетах. И здесь кроется самая сложная история вопроса. Внимание, в региональных бюджетах? В региональных бюджетах. И заканчивается все следующим образом, что очень часто просто вводится либо целая ставка, либо 0,25 ставки, то есть четверть ставки, и приклюсовывается к ставкам акушеров гинекул. То есть, по сути, те же самые люди, которые делают аборты, они вроде как должны выполнять и функции психологической консультации. А это совершенно разные вещи? Это совершенно разные вещи, это другой опыт, это другая совершенно специфика, но, к сожалению, еще и другой фактор, что та или иная операция, та или иная услуга медицинская, она оплачивается. И в том числе такая услуга, как прерывание беременности, она тоже оплачивается, оплачивается неплохо. Поэтому если те люди, которые в силу определенных объективных обстоятельств не заинтересованы в снижении количества абортов, то у них нет никакого стимула лишать себя работы. Меня не заинтересованы в снижении платных услуг. И аборта как платная услуга для некоторых, не для всех, может, могла, или может быть до сих пор является. Ну, платная, надо просто подчеркнуть, что это система обязательного медицинского страхования. Не то, что платная, ты должен прийти и заплатить. Просто врачи получают в этом смысле систему обязательного медицинского страхования. Здесь противоречия. Да, абсолютно. Но даже там, в тех регионах, где вводятся эти ставки, есть проблема с теми людьми, кто, собственно, это осуществляет. Чаще всего приходят работать выпускники педагогических вузов. То есть специфики работы именно с теми женщинами, которые находятся в очень сложных ситуациях, приходя в женскую консультацию с таким намерением, это, конечно, совершенно особая специфика и направленность работы психологов. Мы занимаемся тем, что... Занимаемся повышением квалификации психологов, если они уже работают, или помогаем обучать новых психологов. В рамках деятельности фонда. Да, в рамках деятельности фонда, в рамках как раз совместной деятельности с разными регионами. Мы проводим семинары и региональные, и межрегиональные, проводим конференции. То есть наша задача как раз вывести на другой качественный уровень ту инициативу, которая принята на уровне Министерства здравоохранения. Я хотела сейчас, открывая как раз компьютер, хотела сослаться на программу, которая была на прошлой неделе у нас. В рамках дневного разворота как раз представители Департамента здравоохранения отчитывались о количестве абортов в Кировской области. И вот с введением психологической помощи, плюс еще юристов во всех женских консультациях города Кирова, плюс еще соцработники по вызову, как говорят, у нас количество абортов сократилось значительно. Цифры есть на сайте kiro.ru, я их найду, чуть попозже приведу, но, по-моему, насколько я помню, среди первородящих первородящих на 50% за год сохранить, сократилось количество абортов. То есть в Кировской области, в общем, с этой помощью, наверное, не все так плохо. Но тогда какие нюансы, скажите мне, пожалуйста, в работе психологов, которые вы отмечаете за время вашей деятельности в рамках программы «Святость материнства»? Вы знаете, вы упомянули, что проходили одновременно три круглых стола, я здесь позволю себе их перечислить. Как раз один из них был посвящен теме доабортного консультирования психологического, второй был посвящен теме молодежных волонтерских проектов добровольческих. И, насколько я знаю, вот мне коллеги рассказали, ситуация в Кирове все-таки не такая безоблачная, потому что очень часто психологи, которые работают в женских консультациях, это психологи, работа которых оплачивает и организовывает общественная организация. А те психологи, которые работают по системе Министерства здравоохранения, это чаще всего как раз те самые четверть ставки. Они работают не каждый день, а работают один-два часа, либо в день, либо вообще в неделю. Это абсолютно распространенная практика, потому что, как мы все прекрасно понимаем, четверть ставки – это просто копейки. Это выяснилось вот сегодня, в ходе круглых столов, которые прошли. Да, ну это абсолютно типичная ситуация. Это не значит, что Кировская область здесь отстающих, или наоборот, впереди планеты всей. Это так везде. Проблема, безусловно, финансовая, проблема кадров, и то, что находится в Кирове общественная организация, которая берет на себя вот такой труд, и в том числе и возлагает на себя финансовые такие обязательства, это, конечно, честь и хвала. Но здесь большой вопрос в том, что делась именно системная работа. Потому что если через полгода у этих общественных организаций не будет средств на оплату работы психологов, они, собственно, предоставляют эти услуги в течение всего дня, женских консультаций, то, конечно, женщина не будет ждать, если она пришла в понедельник, и говорит, придите в четверг. А чем, собственно, вот отсюда вытекает вопрос. Фонд Андрея Первозванного на какие средства живет, на какие средства обучает и, наверное, каким-то образом оплачивает работу психологов? Знаете, мы сейчас уже, конечно, не оплачиваем напрямую работу психологов, потому что если бы мы стали оплачивать эту работу во всех регионах, даже с теми, с кем у нас подписаны соглашения, но это уже вопрос не общественной организации, а все-таки государства. Что касается источников финансирования, ну, они стандартные, здесь никакого нет государственного, никаких государственных средств, мы не получаем денег из государственного бюджета, это исключительно спонсорские пожертвования, которые собираются под, надо сказать, теленные проекты. Ну, если интересно, то я могу сказать, что несколько лет назад был создан специальный фонд целевого капитала, такая модная сейчас форма, которая обеспечивает за счет вкладывания инвестиций достаточно серьезных в те или иные проекты, обеспечивает за счет процентов деятельность тех или иных проектов фонд Андрея Первозванного и Центра национальной славы. Ну, чтобы пояснить, Центр национальной славы, он был создан в 2001 году, но по сути это две организации. Цель создания центра была такая, чтобы выйти за рамки именно православной общественности, с которой в большей степени имеется дело фонд Андрея Первозванного. Ну, чтобы расширить аудиторию, что называется? Чтобы расширить аудиторию, мы делали много проектов на международном уровне, международные конференции, мы работаем, и вот сейчас было подписано соглашение с Республикой Татарстан, с другими нашими регионами, в которых преимущественно живут неправославные граждане. Поэтому здесь, безусловно, мы работаем со всеми. И сейчас, вот когда Вы подписываете документы с правительством Кировской области, какая схема будет реализовываться? Или Вы надеетесь, что будет реализовываться? Ну, опять же, фонд, как общественная организация, я подчеркну, стремится инициировать те или иные изменения, в том числе и в работе исполнительных и законодательных органов власти. Мы в хорошем смысле выступаем лоббистами тех или иных решений на федеральном уровне. То есть мы стремимся к тому, чтобы семейная тематика была в качестве приоритетной на федеральном и региональном уровне. Безусловно, мы не можем на себя взять соответственность за финансирование всех этих проектов. Но привлечь к этому внимание, привлечь ресурсы на уровне регионов, да, это в наших силах. Что касается конкретных проектов, то здесь наше сотрудничество не ограничивается повышением квалификации психологов. Мы проводим общероссийский конкурс для журналистов, называется «Семья и будущее России». Мы в этом году получили почти 6 тысяч работ на этот конкурс из 72 регионов России. То есть мы видим, что тема семьи, в том числе и в информационном пространстве, она звучит, в отличие от, может быть, трех-четырехлетней давности, когда приоритет был совсем другим. Да, все-таки те документы, потому что мы сегодня по итогам круглого стола тоже рассмотрели резолюцию, которую, кстати говоря, правительство и же и предложило. И поскольку касалась резолюция СМИ, мне показалась она вполне вменяемой и интересной. По крайней мере, она демонстрировала заинтересованность правительства в том, чтобы СМИ не просто там... Это не просто выглядело так, что давайте, будьте хорошими людьми, освещайте эту тематику, продвигайте эти идеи, а мы готовы помогать. Вот в этом смысле. Готовы помогать, эти вопросы тоже разбирались, но расскажите мне, пожалуйста, вот мы сейчас подпишем эти все документы здесь, в Кировской области, а я думаю, они будут подписаны. Наверняка уже подписаны в то время, когда выходит наша программа. Но по новостной ленте это станет ясно, да? Тем не менее, по опыту других регионов, в момент, когда вы подписываете эти документы, что меняется в этом конкретном регионе? Знаете, я хочу еще раз подчеркнуть, что главное – это изменить отношение в нашем сознании общественного, в первую очередь, в сознании тех людей, которые отвечают за те или иные управления. Чиновник. Чиновник, если так говорить. Что меняется? Вот на примере разных регионов мы проводили круглые столы по теме семейно-ориентированная информационная политика уже в 12 регионах за прошедшие 3 месяца. И меняется система приоритетов. У чиновников? У чиновников. Может быть, это выглядит пока что на уровне декларации. Я не могу пооценивать, потому что результаты будут видны спустя какое-то время. Есть очень прагматический подход, когда это фиксируется действительно в документах, но не только в резолюциях круглых столов, а фиксируется в планах реализации, ну, в частности, концепции региональной семейной политики. Которая иногда отсутствует в регионе. Совершенно верно. И вы являетесь, в общем, таким инициатором, или, по крайней мере, ну, соучастником, скажем так, этого процесса. Я могу на шок назад немножко отойти и сказать, что как раз по нашей инициативе прошли уже 3 форума программы «Свято с материнством», на которой собирались общественники и чиновники из разных регионов и обсуждали тематику, собственно, семейных ценностей. Именно с очень практической точки зрения. Вырабатывали рекомендации к федеральному органу власти. Так вот, третий форум был посвящен теме «Семейные ценности в средствах массовой информации». И по итогам было записано в резолюции, которая содержала много из тех пунктов, о которых вы сейчас говорили, была записана необходимость формирования государственной, семейно ориентированной информационной политики. Каково же было наше удивление и радость, когда спустя полгода мы эту формулировку обнаружили в поручении президента правительству по итогам Госсовета по демографической ситуации в стране. Безусловно, для нас это большая поддержка. Мы не будем, опять же, говорить, что это только исключительно наше заслуга. Наверное, это предметала в воздухе такая необходимость. Но речь идет именно о системной, государственной, федеральной, региональной поддержке тех медиапродуктов, которые говорят о семейных ценностях. И здесь, я подчеркну, речь идет не о каких-то елейных программах, о том, как все у нас замечательно. Речь идет о том, чтобы и решать конкретные проблемы, но показывать в динамике. Потому что часто мы видим в средствах массовой информации акцент именно на то, как все ужасно. Но как только начинается попытка решить проблему, в том числе и со стороны чиновника, тут же интерес в средствах массовой информации пропадает. Вот в качестве примера я могу привести, ну, такой хрестоматийный уже пример, Курганской области. Местная ГТРК делает сюжет о мальчике, который живет в конуре, и которого забирают органы опеки от своей матери, нерадивой. И вот автор этого сюжета нам рассказывает. Мы передали в федеральный эфир этот сюжет, его с удовольствием на ура приняли. После этого сделали там кучу ток-шоу на всех федеральных каналах, посвященных этой ситуации. Но когда мы первый раз сделали этот сюжет, у нас, говорит, вечером и утром просто телефон раскалился. Нам звонили жители нашей области, говорили, как мы можем помочь, как мы можем помочь маме, как мы можем помочь ребенку и так далее. Они пообещали следить за историей этой семьи. И через некоторое время мама образумилась, ей помогли найти вторую работу, она сделала ремонт в доме, ребенка вернули. Они сделали об этом сюжет. Как на данном этапе было все хорошо. Естественно, уже на федеральном уровне этот сюжет никого не заинтересовал. И те люди, которые делали ток-шоу и зарабатывали себе в этом смысле рейтинги на такой трагической ситуации, уже проследить в динамике эту историю не захотели. Все-таки это... Я думаю, что, конечно, многие бы сейчас нам позвонили, если бы у нас был с вами прямой эфир, и сказали, что да, мы возмущены, да, действительно, как надоели эти страшные ток-шоу, этот пресловутый дом 2, эти вот мальчики в конуре и все прочее. Тем не менее, вы же знаете прекрасно, что люди пристально смотрят и следят. И они не могут оторваться от телевизора, когда идут именно конкретно эти программы. Каким образом мы с вами, вы и правительство, которое подписывает эти документы, каким образом они могут, вы считаете, переломить эту ситуацию? Когда есть запрос тех же самых людей, которые говорят, как много чернухи, и смотрят ее. Ну, знаете, меня даже удивляет не то, что люди смотрят, а то, что люди в сложной ситуации сами приходят на те же ток-шоу, к тому же известного Андрея Малахова, и всю подноготную своей жизни представляют на суд не просто своим соседям, а всей страны. Вот что движет людьми, которые готовы вот так вот пускать, ну, желание славы, ну, слава на таких вот историях, тоже достаточно сложный вопрос. Кстати, Андрей Малахов участвовал в нашем третьем форуме. Так, расскажите, это интересно. Что он говорил? Ему наверняка много вопросов задавали. Ну, вы знаете, он участвовал в пленарном заседании, посадили в президиум. А вот что сказал Андрей Малахов? Я сейчас как он поступлю? Вы расскажете после рекламы, потому что как раз сейчас две минуты реклама, и нам Александр Гатили, начальник управления общественных связей Центра национальной славы фонда Андрея Первозванного, расскажет, что сказал Андрей Малахов, когда ему задавали вопросы насчет его программы, какие ценности он пропагандирует, скорее всего. Мы возвращаемся в студию. Это интервью записываем мы его во вторник, 21 июля, по следам круглого стола «Семейные ценности» в современном информационном пространстве. Это был один из трех круглых столов во вторник. В среду, вчера, когда вы слушаете эту программу, сегодня четверг, а мы записывались во вторник. Напоминаю, должны были быть подписаны документы между фондом Андрея Первозванного и нашим правительством. Остановились мы с Александром на том, что во время форумов, которые собирал фонд, и последний форум, третий, который был посвящен как раз работе СМИ, наверное, в целях просвещения нашего общества и продвижения семейных ценностей. Там был Андрей Малахов, ток-шоу которого всем широко хорошо известно и вызывает бурную спору. С одной стороны, поднимается острый вопрос социальный, с другой стороны, многие критикуют его за чернушность, страшность, обнажение всех возможных и невозможных личных каких-то вещей. Так вот, как себя вел Андрей Малахов на этом форуме? Какие вопросы ему задавали? Что он на это отвечал? Ему, безусловно, было неуютно, потому что при нем тот же председатель Совета Журналистов России, Всеволод Богданов, перечислял те программы, которые шли в эфире, и про поиск отца ребенка, и тесты ДНК. Это возмущает, конечно, больше, куда мы не приезжаем, все время вспоминает про эти тесты ДНК и другие программы. Но на пленарном заседании так получилось, что у Андрея не было возможности ответить, но когда был брифинг для журналистов, основные спикеры подходили к журналистам, то мы как раз дали возможность Андрею, одна из журналистов как раз задала вопрос, как вы можете прореагировать на те обвинения, которые в вашем адресе звучали. Он пришел, надо сказать, очень подготовленным, с ним была помощница, которая дала определенную справку, и вот он отстаивал позицию, что самые рейтинговые программы его были добрые программы, то есть это не обнажение вот тех черных сторон нашей жизни, которые, безусловно, есть, а это программа о том, как турецкая женщина помогала попавшему в Северную Стасию, русскому парню, еще он перечислил несколько программ, и вот его позиция такая, вот смотрят зрители больше всего именно такие добрые истории, хорошие, которые, значит, позволяют сопереживать. Ну, безусловно, в этом есть доля лукавства, безусловно, опять же, как вы сказали, если люди смотрят, значит, это самая рейтинговая программа на нашем телевидении. Поэтому вопросы о том, как подавать, я могу привести пример, как подавать сложные истории на региональном телевидении. Но все-таки что Андрей сказал? Извините, он сказал, что люди смотрят и доброе, и такое, так что они получают, в общем, взвешенную, видимо, какую-то позицию, могут делать правильные выводы, или что нужно сказать? Ну, вы знаете, позиция и Андрея, и других наших коллег, кто занимается этой темой в таком достаточно вызывающем ключе, она такая, что мы говорим правду, мы показываем весь тот негатив, который существует в жизни, но наша позиция как авторов программ, это не одобрение этих темных сторон нашей жизни, наших личностей и так далее, а как раз пока с того, как не надо. И что, неправда это? А? С вашей точки зрения это неправда? Я, как зритель могу только сказать, не как медиаэксперт, здесь, наверное, все-таки надо адресовать этот вопрос экспертам, но мне кажется, что телевидение все-таки и другие средства массовой информации, они определенные примеры образа жизни тоже дают. И когда мы говорим о том, что это есть, это не значит зачастую, что это неправильно. Ну, зачастую для молодежи, может быть, это и формирует некие модели поведения. Хорошо, тогда как надо. Как надо. Приведу пример, благо у нас достаточно большой выбор позитивных материалов, которые были присланы к нам на конкурс, и мне очень нравится программа, которую делают коллеги на Тульском телеканале. Программа называется «Одна история». Она, автор этой программы, работает как раз с такими же случаями, по сути, как и Андрей Малахов. Ну, вот самая пронзительная была история про девочку-выпускницу детского дома, в которой, ну, очень тяжелая судьба, я не буду даже пересказывать сейчас все, перепятие семейное. И эта девочка рассказывает об этом сама, это не какой-то пересказ, она рассказывает свою историю. Программа так оформлена, что там есть некий постановочный кадр, который это иллюстрирует, отношения с отцом, отношения с близкими, и так далее, и так далее, и так далее. Это, вот если пересказать, то это, ну, как можно говорить, это трэш, просто сама история, вплоть до того, что она чуть не убила, чуть было не убила отца в определенной ситуации, и так далее, и так далее. Но это настолько преподнесено пронзительно, тонко, и самое главное, что показано, как эта девушка преодолела себя, в том числе, со всеми своими сложностями, бедами, предательствами, которые были вокруг. Я думаю, Андрей бы это как раз немножко в другую сторону перевернул, как все люди, которые ее окружали, как все ее предали, и какие вот мы все мерзовцы. Ну, и тем не менее, вы своей политикой призываете все-таки журналистов как-то изменить точку зрения свою и демонстрировать в другом ключе жизненные ситуации. Это только призыв, это просвещение, или вы настаиваете на том, что государство, соответствующее ведомство должны принимать какие-то законодательные решения для того, чтобы изменить контент наших СМИ? Знаете, мы вот на том форуме, о котором мы говорили, сделали специально две секции. Одна была, даже три секции, одна была посвящена мерам государственной поддержки медиапроекта, вторая была посвящена мерам государственного регулирования, и третья была посвящена представлению позитивных примеров вот тех самых медиапродуктов. Безусловно, регулирование должно присутствовать. Но это не совсем сфера нашей деятельности. Наша задача в большей степени обращать внимание на то, что посредством в том числе государственного заказа и федеральные, и региональные органы власти могут способствовать появлению качественного, позитивного продукта. И таких примеров действительно много. Поэтому мы видим свою задачу в том, чтобы те средства, которые правительства регионов выделяют на взаимодействие со СМИ, направлялись не только на, ну, грубо говоря, имидж губернатора, но и на более широкие создания темы, в том числе как создание атмосферы позитивной по отношению к семейным ценностям. Вот на круглом столе, который был проведен, говорилось о том, что сами многодетные семьи, зачастую приходя в органы социальной защиты или в общественной организации говорят о том, что им требуется не только и не столько финансовая помощь, сколько они говорят о том, что нам больно и обидно то отношение, которое вокруг нас присутствует, по отношению именно к многодетным семьям. Это большая такая тема, честно признаться, мы с вами говорили и до круглого стола, и во время, и сейчас, можно об этом сказать, такие радиостанции, как наша, они имеют возможность долго и подробно, и в развитии говорить об этих темах. Зачастую там и большинство местных каких-то радиостанций или телеканалов не имеет такой возможности, и, конечно, им нужна какая-то поддержка, плюс еще нужен же высокий профессионализм. Тема большая и глубокая, и я надеюсь, что как раз чиновники, к которым вы обращаетесь, они усилят свою деятельность в этом направлении и сами будут инициировать, в том числе и эфиры, особенно яркие такие, чиновники или депутаты, на которых обращаются внимания. У нас осталось полминуты буквально до окончания программы. Все-таки давайте, может быть, спрогнозируем или уже вы можете сказать какие-то, назвать какие-то шаги или мероприятия, которые последуют в нашей области, в Кировской области за вашим приездом, кроме подписания документов. Ну, за подписанием документа через определенное время всегда следует проведение курсов обучающих. Это может касаться и действующих психологов, это касается и журналистов, которые работают с семейной тематикой, это касается и добровольцев, которые занимаются в том числе семейной тематикой. Следующий этап это межрегиональное сотрудничество. Мы будем проводить в ноябре большой всероссийский форум, обмен опытом. Это очень большой ресурс для развития тех или иных проектов. А дальше посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но наша задача инициировать именно активность самих руководителей региона и руководителей профильных ведомств. Вот сейчас только-только прилетев в Киров, слегка с ним ознакомившись и увидев наших чиновников, перспективы Кировской области, как вы в этом отношении оцениваете? Ну, мы очень позитивно оцениваем на самом деле то, что уже делается. Потому что я видел отчеты, которые представили нам по этим направлениям, они говорят о стремлении к системному подходу. Он существует. Но, может быть, последнее, что я хотел сказать, что как на уровне федеральном, так и на региональном сейчас меняется вектор внимания. Если мы видим, что последний год или два достаточно большие средства направлялись на решение проблемных ситуаций, на решение сложных ситуаций, в которые попадают семьи и отдельные наши граждане, то сейчас, в первую очередь дети, то сейчас вектор внимания смещается на семьи, в том числе и на благополучные семьи, на большие семьи, которые, ну и должны стать опорой нашего государства в будущее. Напоследок, буквально 10 секунд. Люди, которые нас слушают, вот вы сказали о волонтерстве или, может быть, о специалистах-психологах. Где они должны отслеживать информацию о том, что вот будут курсы обучающие или вы можете поучаствовать в деятельности? Ну, здесь все-таки надо сказать, что это не так, чтобы прям с улицы можно было прийти. Конечно, это уже должны быть опытные специалисты, которые ведут работу, которым требуют... Возможно, нас слушают такие. Ну, конечно, они существуют в системе здравоохранения, поэтому по системе исполнительной власти вся эта информация будет доведена. И это будет проходить через систему исполнительной власти, сайт правительства? Конечно. Большое спасибо. Это было интервью с Александром Агатилиным, начальником управления общественных связей Центра национальной славы и фонда Андрея Первозванного, координатора Ассоциации журналистов, освещающих семейную тематику. Удачи нам всем. Удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.